здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас спортивный выпуск ну скажем так спор для всех для семьи для от самых маленьких до самых зрелых и все это еще связано со многими скажем так вариантами уличного спорта посмотрим послушаем тем более что у нас в студии мария помазуева ультрамарафонец трейранер организатор еженедельных пробежек которые называются пять верст тамились к тамильнинский лесопарк ну и алла панина тоже присутствует здесь у нас в студии ну во-первых представители волонтерского движения сейчас мы поймем что есть у нас теперь и волонтеры от спорта или добровольцы от спорта кому какое слово больше нравится ну и конечно же тоже участник вот этих еженедельных пробежек я сразу же мария пять верст тамильский лесопарк что это такое это бесплатные еженедельные в арабе внешне да на расстоянии 5 километров то есть мы объединяем людей которые хотят начать бегать или улучшить свой результат мы приглашаем всех то есть это не соревнование это такое приятное времяпрепровождение людей которые хотят начать тренироваться общаться развиваться и узнать для себя что-то новое вот ключевое слово бесплатно вот я подумал а если бы было платно как вы думаете кто-нибудь бы пришел я думаю 5 километров конечно есть такие забега 5 километров до очень популярны среди любительского вида спорта то есть есть основные большие дистанции как полу марафон или марафон и к ним всегда есть более маленькие 5 километров 10 то есть само участие это как бы но у круто что ты участвуешь да у тебя есть возможность победить поэтому слова бесплатно если не просто так чтобы вы не думали потому что сейчас те кто вообще не бегут они думают да я и говорится и платно не побегу но на самом деле если мы говорим о спорте есть у нас как всегда разделение на спорт больших достижений это одна история на море больше к нему относится все-таки ультра марафонец не просто марафонец а ультра мы как-то с вами уже говорили на эту тему сейчас мы вернемся но сначала кали еще вопрос у вас вот такая шахарная футболка мы выясняли что такое полу марафон оказывается это действительно просто половина дистанции марафона вы являетесь добровольцем спортивным то есть вы продвигаете спорт как доброволец как волонтер правильно понимаю да это все благодаря наверное моим друзьям которые вот открыли нашу локацию тамиленский так и позвали меня чисто случайно я им сказала что я приду один раз волонтером к вам да и все и больше не приду но как-то вот сложилось то что я теперь каждую субботу хожу на 5 верст в наш а что входит в ваши обязанности вы как-то созываете все ходите с рупором говорите все на бесплатную пробежку нет у нас есть чатик свой и у волонтеров там у нас я не одна волонтера у нас есть позиции которые каждый волонтер отвечает за свою я хожу туда как фотограф фотографирую всех этих продвижением занимаетесь потом эти фотографии по всем соцсетям разрешенным и не очень они разбегаются и все видят как вы работаете а это значок у вас какой-то же это да наш у нас не только же наши тамиленская 5 верст это вообще вообще российская такое сообщество большое где больше 100 точек на локации парков но сейчас об этом поговорим то есть мы входим в систему до системы вот и они вот про значок они были причастны к полу марафону в котором мы участвовали у нас была самая крутая . поддержки наверное 5 верст опять верст была . освежение для наших атлетов да вот и наш директор арам который бежал тоже полу марафон его все поддерживали и болели за него а можно посмотреть я когда-то собирал значки так смотрим да очень хороший ну вот так вот он выглядит вот я теперь такой вопрос возвращаю значок мария еще чтобы мы напомнили нашим телезрителям ультра марафонец потому что все-таки речь идет о беге а марафон как мы понимаем это самое главное надо она одна из основных дистанций принять звучит круто марафон да ну наверно есть еще когда более сумасшедшие в хорошем смысле слова соревнования вот пока не упадешь бежать я все-таки больше игровик поэтому к бегу я отношусь исключительно спортивно вот но ультра марафонец это же вообще что-то крутое напомним давайте нашим телезрителям в чем разница между марафон сам и ультра марафонец этот пробегает марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров все что сверх этой дистанции это ультра марафон но у нас ультра марафонцев принято считать что настоящий ультра марафон начинается после 80 километров 80 всего 70 сколько же вы бежите тогда 80 километров по разным перерывами так понимаю все равно небольшой старт финиш да есть пункты освежения пункта питания на которых можно попить чуть перекусить переодеться если есть заброска это если сверх стати километров до дистанция то есть это все предусмотренными организаторами таких крупных и больших соревнований наш директор арама ротинян который нас собрал в именно открыть пять верст он тоже является ультра марафон сам и практически вся команда изначально которая делала наши пять верст в тамилинском лесопарке они все спортсмены все бегуны и все ультра марафонцы то мы начали привлекать наших прекрасных девчонок которые у нас волонтер это у нас выросла целая команда ключевых волонтеров которые вот вот костяк уже на протяжении практически 8 месяцев одни и те же волонтеры и поддерживают нас ультра марафонцев и они стали с нами ездить на другие забеги только не участвовать не только волонтерами но и на есть люди профессиональные до опытные которые понимают это не только с точки зрения спорта но и с точки зрения здоровья о чем мы тоже будем говорить ну и с точки зрения влияния на здоровье и правильного бега да потому что есть наверно же неправильно какой тебе вот и появляется такая команда добрых посредников в хорошем смысле этого слова которые помогают да ну потому что смотрите тренер все это значит уходить самому еще собирать ну да можно сегодня дать информацию на госуслугах на сайтах московской области да где угодно по всей стране есть так сказать госсайты до государственные можно дать на своем собственном сайте в своих как вы видите чатиках и так далее но все равно всегда приятнее когда это доносится информация то есть через людей то есть кто-то сходил привел значит сначала сам побежал потом семью привел ну вот алла скажите а как вообще это продвигается потому что мы же слова волонтер подразумеваем что это добровольная история вот когда опять же за что-то платят то вроде как человек обязан что-то сделать делать свою работу хорошо профессионально а вот волонтер и спорт вот в чем разница между простым волонтером и в данном случае спортивным между простым и спортивным волонтером есть какая-то особая кажется никакой разница нету да потому что вся вот эта наша движушка она организована только на силах волонтеров да и вообще пять верст это наверное я скажу не то что пробег на просто вот про жизнь да ну про наше общение потому что мы же там не только бегаем мы собираемся нет когда кстати у нас не только ходьба ну вот не только бег до их они ходьба есть потом после бега кто-то прибежал с дистанции мы в чай пьем просто разговариваем обсуждаем это вот нас такой вот волонтерская не то что волонтерская вообще 5 верст это движение наверное да чем 5 верст решили назвать но изначально это было паркран паркран россия и паркран семья была очень большая то есть она мировая система сейчас по понятному условиям мировая система в россии не работает и организаторы паркрана россии очень долго думали как же назвать у нас в россии это движение бы дубра должен и вода и продолжить и вот родилось 5 верст если смеются на 5 верст это же больше чем 5 километров но это как-то по родному в россии и все приняли и очень многие вошли в эту систему 5 верст кто-то сделал свои беговые старты то есть старые локации остались на название другие но мы все же идем все равно в одну систему мы общаемся дружим приезжаем друг другу в гости зовем друг друга к себе в гости на праздники на дни рождения потому что у каждой точке вас и работает своя собственная российская система которая в том числе и работают нас городском округе люберцы алла а много вообще людей в этой системе я имею ввиду добровольца в данном случае как вы их привлекаете это же одно дело но как бы сам человек понимаешь он доброволец ему нравится но какая то есть изначально компания динамышников а потом лишь надо еще как-то распространять это или люди например хотят как-то поучаствовать где вы находите волонтеров желающих помочь в этом спортивном деле нам в этом помогает наверное сарафанное радио то есть работа я вот пришла там позвала подружку ей понравилось она пришла позвала подружку поэтому так вот а раз понравилось значит мария созданы какие-то такие условия что нравится вот я хочу сказать о ком а команде вы уже частично сказали но мы сейчас вот во второй части будем говорить о том как вообще работает эта схема кто у вас бегает и какие у вас соревнования проходят их ставить главную составляющую но тем не менее когда спортсмен занимается для себя это понятно ну знаете как фильмах старых что там качается где-то тренируется потом становится значит кого-то либо но в хорошем случае побеждает кого-то значит значит побеждает уже с точки зрения военизированного проекта но тем не менее это спортсмен эгоист такой да над собой работает вы же работаете с людьми для людей не каждый же может быть тренером не каждый как вы подбираете этот персонал здесь они про тренерство здесь не про соревнования потому что в первую очередь пять верст это не соревнования это дружеская пробежка и все желающие кто хочет прийти к нам приходит то есть мы транслируем дружескую пробежку на которой до фиксируется результат в системе то есть идет отсекание до по секундомеру за сколько вы пробежали 5 километров и всегда можно результат улучшить но основная идея что это дружба и людей видимо очень многих это привлекает что здесь я могу не посоревноваться а именно пообщаться в беге то есть я бегу и общаюсь я это транслирую и привлекаю еще люди то есть там дружеская спокойная атмосфера нет соревновательного вот этого момента нет нездорового спортивного ажиотажа да ну конечно есть иногда там кто-то с кем-то так как сказать зарубается да это чисто такое личное да я сегодня хочу тебя обогнать но идеология именно такая что это не соревнования а именно дружеская пробежка и такое волонтерское движение потому что любой организатор данной локации да для ежедневных бесплатных пробежек он тоже тот же самый волонтер как и наши ребята которые перекрывают позиции мы иногда меняемся я могу не бежать я могу перекрыть какую-то позицию бывает разный волонтер не смог прийти обстоятельства да или не набрали команду волонтеров сейчас летом ноги на выходные уже ну да дети лагеря любой бегун и любой организатор может сняться со своей там беговой должности так сказать и занять должность волонтера и это не будет что ой ты плохой бегун это будет наоборот уважение что любой бегун может тоже стать волонтеров и попробовать себя спортивным волонтером тоже тоже классно еще расскажу что о участниках поговорим о второй части совсем скоро алла вам вопрос финале первой части а вот волонтер у него он что тоже бегать хочет или он просто помогать или он может не бегать или он обязательно должен бегать придет может идти ко мне спортивный волонтер сказать я буду только стоять и фотографировать например может может прийти не спортивная знаю что у нас в россии есть в некоторых локациях городах да там волонтеры люди на колясках инвалиды это очень тоже очень здорово который получается вроде как к спорту да очень здорово хорошо сейчас сделаем небольшую паузу напомню что речь у нас идет о еженедельной пробежки 5 верст речь идет о лесопарке который находится в тамилина все подробности тех людей которые бегают если вообще такие люди мы узнаем через несколько минут напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко мария помазуева ультрамарафонец трейранер организатор еженедельных пробежек 5 верст таймилисский лесопарк алла панина волонтер доброволец спортивного движения и также организатор этих пяти верст я так понимаю что если нужно алла то побежим хотя бы чуть-чуть да можно и не только волонтерцы бегать конечно можно его совмещать там 5 кратеров пробежите а еще ни разу не пробежал к этому идет зря пришли столь конечно мария давайте мы еще объясним потому что наверняка подзабыли нашу с вами встречи трейранер что это такое бег по пересеченной местности вот это еще сложнее то есть это когда всякие деревца когда ки но не зря команда организаторов 5 верст амилинский лесопарк во главе арома в нашу команду ходят лен дудко еще алексей волосюк и жена арома они да и мы все три раннеры и было бы сделать в парке на шоссе и в парке в лесу конечно же мы сделали в парке в лесу у нас дорожка природная по прямой среди природы и это очень классно мы его называем так ласково наш сказочный лес там действительно прекрасно и здорово и людей может быть природа тоже привлекать что можно пробежать по лесу я так понимаю что это вы себе такую задачу ставите немножко усложняю как бы ну нет там а еще гора была бы хорошая замечательно да да вот я думаю что меньше бы пришло желающих по горе то ползать нет на самом деле люди которые втягиваются в бег узнают что есть не только шоссейные старты на узнаю что есть вот такой бег по природным всем объектам да и они такие о классно и сейчас распространяется очень сильно беговой туризм за счет вот таких вот трой раненских стартов можно посмотреть очень много интересных локаций в нашей стране посмотреть горы озера потому что мы все это пробегая просто посмотрите еще и спортом позаниматься скажите пожалуйста как вообще вот волонтер работает он что встречает людей он как-то рассказывает наклеивает где-нибудь в разрешенных местах объявления или под перезванивать всем так напоминаю вам что у нас еженедельная пробежка вы будете ли не бойся почти тогда я же говорил да про чат что у нас есть свой чат волонтерские у нас каждый этом к субботе мы записываемся кто кто может прийти вот в эту субботу записанную позицию которая есть аж на что позицию но у нас есть несколько позиций есть позиция секундомер есть вот фотографа есть отдельная раздача карточка в токенов на который фиксирует со временем со штрих-кодом есть позиция кто разметку делать но это в основном наш директор арам делает да есть позиции маршал на развороте так мы бежим 5 километров два с половиной туда и обратно поэтому нас человечек должен стоять на развороте чтобы повернуть освежение что же должно быть как вы говорили но когда тепло до или вас водичку дают по ходу нет у нас на финише у нас есть стол мы всегда приносим туда чай вкусняшки поэтому я же не то я же не говорю что это не только бедка это общение какое-то поэтому я как-то после бега надо немножко передохнуть и сразу водное окно нужно закрыть сразу так судят многие бегуны да и люди которые проходят мимо так удивляются боже не сначала бегают потом едят обычно наоборот даже поел потом начинаешь сжигать калорий а мы всегда шутим то что мы приходим не не понять а поесть мария вот на вопрос все-таки кто приходит кто эти люди замечательные потому что очень ну пройдя по городу потому что городскому кругу люберцы ну вот это может бежать этот может ну ты можешь побежать вряд ли конечно пробегу 5 километров может быть как-то километра силю вот но по крайней мере а сейчас ну понятно что тренировки нужны и так далее но тем не менее кто приходит к вам но у нас есть как профессионалы спортсмены до любить и любители и целая секция футбольная которую тренером является наш директор основатель пятиверста милинский лесопарк арама он приводит свою футбольную команду под роликов бедных бегать но не заставляет у них есть своя определенная мотивация и футболь должен бегать да и наверное одни из единственных по россии у нас самая молодая суббота мы называем на самые молодые ребята самые молодые спортсмены взрослые тоже у нас есть вот какой крайний возраст как говорят в кино даже наверное не скажу но по-моему у нас были участники и за 50 и за 60 лет да как бы возрастные километров бегут или можно вот есть люди те которые к нам прибегают бегут с нами а потом еще и убегают то есть там больше пяти километров и есть у нас такой до участников григорий негин это танцор наша люберецкой команды из дк люберецкий он у нас танцует народник наши он прибегая часто гость нашего паркрана он прибежит убежит с нами победит общая как хорошо там вообще это хорошо когда можно вовремя прибежать и главное вовремя а вам скажите пожалуйста отношения людей общения скажем вот внутренне потому что мы выяснили вот разговоре до того как пошли в эфир что и семьями приходит до одно дело знаете как сейчас детей пристроил куда нибудь в секцию и сам пошел есть пельмени уже хорошо вот а тут другое дело что я так понимаю семейный вариант тоже здесь присутствует у нас например есть ребята вот марина маш сказал уже приходят побегать и родители в основном стояли сначала в сторонке у нас но потом они тоже подтянулись и сейчас уже у нас волонтеры есть родители этих детей которые бегают да так что у нас все все дружно проходит вовлекли вовлекли все кто да почему они в сторонке стоят вместе с нами теперь вот такой важный вопрос мария здоровье почему потому что мы же прекрасно понимаем что человеческий организм он индивидуален наверняка есть какие-то нормативы и бег есть бег во первых так как мы в лесу бегаю можно где-нибудь об что-нибудь как говорится перецепиться ну варианты всякие могут быть жизни во вторых сердце может у человека что-то у любого причем возраста ну или какой-то он нездоровый не знает то что вы чувствуете что-то не так вот мизетинская часть как она отслеживает но здесь так как это не соревнования у нас нету документов подтверждающие здоровье человека то есть каждый несет ответственность за себя да но у нас команда организаторов все прошли полностью курс оказания первой помощи и спасению жизни человека это обязательно условия для открытия такого мероприятия даже бесплатно плюс у нас на дистанции всегда есть замыкающий это волонтер бегун который бежит самым последним чтобы видеть если что-то не так у него до всегда есть бэджик со срочными телефонами всегда должна работать связь если не дай бог что-то случится мы обязательно звоним в скорую или службу спасения трасса согласовывается изначально руководством пятиверст россии рассматривается безопасность трассы и подъезд скорой либо пожарный либо мчс максимально быть абсолютно да чтобы открыться нужно соблюсти определенные условия чтобы мы обезопасили участников к сожалению были такие случаи когда на пятиверстах в сочи умер участник абсолютно здоровый спортивный мужчина так случилось там быстро среагировали быстро помогли но к сожалению не спасли от этого никто не застрахован также человек может просто идти нас конечно остановку и может даже случиться но вся команда у нас про инструктирована пройдены курсы у всех организаторов всех волонтеров которые у нас находятся на дистанции что маршал что замыкающий они знают свои условия есть из гем-то что-то случится они обязаны сообщили да и плюс если тем более у нас молодой молодые пять верст да и ребята бывает уйдут пешком соответственно замыкающий идет с ними кому-то слезы вытирают кто-то там бог задал он объясняет как правильно дышать что дальше уже участник побежали по это очень похоже стараемся обезопасить похоже когда вот восходишь там на вулкан или на какую-нибудь вершину моей практике было такое когда идет впереди начале и замыкающие оба два сильных альпиниста до которые все знают они могут меняться неважно но на каком-то этапе всегда есть но все разную силу так сказать может быть тоже чек спортивно но сегодня не пошло да и ему подходят и спрашивают вот если вы сейчас не пойдете и мы пойдем дальше выпадом не сможете эти вся группа вернется вниз либо мы сейчас отсекаем тех кто готов идти вниз потому что иногда вниз идти дольше наверх вот и вот когда уже определяется например пять человек которые до идут тогда уже остается один с одним вот этим ведущим а эти идут вот с замыкающим вниз чтобы все было хорошо но вернемся к нашим пяти верстам вот пока мы на вулканы слава богу не бегаем бегаем но вы там вы добьете вы-то бегаете а жители поселка тамилина еще только тренируются пока по парку алла а сам парк то как мы же там чего-то ждем ждем реконструкцию ждем реконструкцию очень да поэтому соответствие когда у нас там работает техника мы либо отменяем потому что без одного отменяем наши пятверка сожалению всегда уведомляем всех участников и волонтеров потому что на дистанции на наши работает техника это небезопасно и мы отменяем сейчас мы прорабатываем нашу резервную трассу когда начнется полная реконструкция нашей опушки да и вот всей дорожки мы уйдем чуть-чуть в другое место где будет безопасно для участников появится дорожда и очень-очень ждем когда все за нам сделают классный парк где будет более комфортное размещение и оно должно совпасть как раз нашим первым годиком с нашим днем рождения для вас делали это будет классно тем более что вот здесь на вашем месте было уже много людей самого разного ранга которые нам обещали вот этот по моим ждем там на день рождения всегда они приходили к нам на открытие они помогали условия рождения какого пробежи 5 километров и проучаствует поэтому нет но почему прибежи без поддержки все равно но нам администрация города люберцы очень хорошо всегда помогала в открытии таких мероприятий в такой поддержке по согласованию по подписанию документов если нет такой поддержки в городе на невозможно сделать даже бесплатные какие-то забеги а это необходимо тем более там район растет семьи и людей прибавляется и спорт нужно пропагандировать это называется по уму когда дело напомню а у меня еще такой вопрос вот вы говорите вместе с мария что все-таки то есть российский как раньше говорили всесоюзные вот какая то есть связь каким-то волонтерским общим штабом есть какие-то специальные навыки или пока вы работаете исключительно вот с марией и на на земле что называется решаете вопросы есть у нас вот спортивное волонтерство все российское есть 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 то есть есть какая-то какое-то до помощи у нас много на разных организаций который занимается тот же самый моз волонтер у которых тоже делится градации спортивные волонтеры интегративные волонтеры и все прочие да у меня на работе у самих есть школа волонтеров и школа именно спортивных до волонтер или просто у меня интегративных я работаю с людьми синдромом дауна являющих тренером побегу пусть там если туда углубляться это отдельная долгая история даже вот мост московского марафона полу марафон у них тоже есть сообщество когда они собирают тем лидеров их учат и обучают как общаться с пока еще новыми волонтерами чтобы они у нас еще и с вами же долголетие и московское долголетие и московской области мы приглашали к нам они все никак нам не я думаю что он выделут верно и скорее всего да вот спортивная ходьба как раз бы им помогли нам примкнули это было бы здорово потому что наша система позволяет проходить дистанцию и пешком в том чем более городской лю городской круг люберцы тут есть где походить много всяких парки да вот спасибо большое напомню что у нас в гостях были сегодня алла панина один из организаторов еженедельных пробежек пять верст табельский лесопарк представитель волонтерского движения доброволец и мария помазуева ультрамарафонец трейранер напоминает человек с бед помересеченной местности также организаторы еженедельных пробежек пять верст амельский лесопарк спасибо вам большое если хотите бежать когда в субботу до каждую субботу в 9 утра ну в зависимости от ремонта парка вот где-то там ищите этих зачаровательных замечательных дам спасибо вам большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин